Он, получается, маскирует во всех смыслах. Он происходит и в то же время, когда QRS, и он слабее, потому что QRS, понятно, что там много клепок одновременно разряжается. Да, я даже понял аналогию с батарейками. Как правильно сделать? Нужно прилепить к кончу в систему батареек и погружать ее вот таким способом. Нет. Да. И вынимать. И тогда все будет. Да, да, тогда в главном случае. И, соответственно, сделается модель сердца и кардиограммы таким способом. Да. Соответственно, следующую нашу... Ну, только с одним лекцием мы начнем с того, что будем определять суммарное направление движения по трем осям. Немножечко математики, как и девятки, наверное, классы. Ну, там вообще не потик никакой. Это не потик. На самом деле. Рисование. Да. Да, спойлер следующей лекции состоит в том, что когда у нас разряжается возбуждение доходит до межжелудочковой перегородки, то направление возбуждения соответствует оси сердца. И по тому, как у нас выглядит эрозубец, мы можем судить, насколько он большой, в каком отведении. Мы можем судить, как расположено сердце. И диагностировать, если у человека висящее сердце, или оно сдвинуто вправо, или оно сдвинуто вправо. Если транспозиция вообще, там же вообще все-то по-другому. Нет, если транспозиция, ну да, там по-другому. Если транспозиция, то оно просто как будто отведение помененными стами. Как будто отведение помененными стами. Не все. Да. Вот. Ну, соответственно, наверное, все закончим. В следующий раз будем рисовать, а потом говорить про болезни. И механическую активность сердца. С болезни. Вот. Спасибо.